А в Нью-Йорке возле российской дипмиссии проходит антисочинская акция активистов американских гей-движений. Чего требуют демонстранты и чего они уже добились? Этот вопрос адресую моему коллеге Валерию Кипелову. Он присоединяется ко мне от здания консульства России. Валера, ждем подробностей. Приветствую, Роман. Накануне открытия сочинской олимпиады на другом конце света в Нью-Йорке возле здания консульства Российской Федерации проходит акция. Ее организовала организация Queer Nation, которая занимается защитой прав ЛГБТ-сообщества. И сегодня около ста человек, это, собственно, члены группы и сочувствующие, пришли высказать свое мнение по поводу гомофобских антигейских законов, которые были приняты в России прошлым летом. Напомню, корень протеста — закон, принятый в прошлом году в Российской Госдуме, который де-юре запрещает пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, а де-факто просто криминализирует любые публичные высказывания о геях, лесбиянках, бисексуалах или транссексуалах. Именно против этого закона, а также против новой волны насилия и дискриминации российских представителей нетрадиционной секс-ориентации выступают члены Queer Nation и им сочувствующие. В России, да и не только в России, существует ужасное заблуждение о том, что гомосексуальность — это выбор человека. Думаю, что образование, информированность граждан могут существенно помочь решить проблему прав геев. «Проблема в том, что Россия — тоталитарное государство с невероятной коррупцией на всех уровнях. Конечно, там геям бороться за свои права куда труднее, чем, например, тут у нас. В Америке с гражданскими правами бесспорно дела обстоят лучше, и мы имеем возможность бороться и за себя, и за наших российских друзей». Финалом сегодняшнего пикета стало символичное осквернение флага Олимпиады. Актер в маске Владимира Путина появился рядом с облитым бутафорской кровью флагом и куражился на его фоне. Несмотря на то, что власти США не вняли призывом активистов бойкотировать игры в Сочи, определенного успеха правозащитники все же добились. Один из главных операторов мобильной связи в США, компания AT&T, первой из крупных спонсоров Олимпиады, открыто встала на сторону ЛГБТ-движения и выступила против российского антигейского закона. Другие мегакорпорации, спонсоры, в частности, Coca-Cola, Procter & Gamble, Samsung и Visa предпочли промолчать и остаться в стороне этой конфликтной темы. Организаторы сегодняшней акции рассказали нам, что уже на следующей неделе, то есть тогда, когда Олимпиада в Сочи будет в полном разгаре, здесь, в Нью-Йорке, Куэрнейшн проведет расширенное заседание, на котором будут обсуждаться, в частности, права геев в таких странах, как Гана, Нигерия и Россия. Вот в такой компании оказалась Российская Федерация. Роман? Валерий, благодарю вас. Мой коллега Валерий Кипелов об акции ЛГБТ-активистов у российского консульства в Нью-Йорке. Собственно, этим и завершим тему Сочи.